привет друзья ну что наконец-таки ко мне доехал aqua sense 7 это новый бюджетный защищенный смартфон компании sharp вышел он параллельно с моделью aqua sense 7 плюс видеообзор и обзор вы могли уже видеть меня на сайте вот и наконец-таки этот компакт но относительно компактный телефон у меня на руках здесь 61 дюймов фактически это тот же самый aqua sense 6 только с обновленной камерой давайте по порядку в комплекте как обычно ничего кроме инструкции на японском и вот такого переходника юсби на юсби нет соответственно зарядку вы берете любую стороннюю есть поддержка быстро зарядки есть черный цвет есть вот такой вот светло-медный фактически фактически в жизни он выглядит серебристом есть конкретно серебрист есть еще модель от компании да кому у него есть вариант лавандового цвета он достаточно симпатичный я видел его живым но к сожалению не смог его добавить в этот видеообзор черный черный матовый и в принципе все аппараты маты потому что это металлические корпуса вот и здесь есть защита от ударов метр двадцать удерживает падение на металлическую поверхность не могу сказать что сильно он пачкается ну тем не менее до следы от рук от пальцев остаются попользовался я неделю этим аппаратом вот в живых морозных московских условиях как вы кстати можете видеть возможно на экране сейчас идет небольшой шим вот это сейчас наглядно видно то есть те кто интересуется возможности там использовать его в течение долгого времени должны сразу понимать у кого глаза на счет болят соответственно понимаете что здесь проблема это имеется здесь икзо олед матрица их фирменная 61 дюймов экран в лошади плюс 695 процессор 12 android 628 и что самое важное да здесь сразу две симки идет наносим плюс есть сим карта для регистрации основное преимущество ну скажем так изменения точнее от с 6 это то что датчик отпечатков пальцев перенесли на боковую панель теперь на боковую грань убрали его из дисплея я точно не могу сказать насколько это было плохо что он стоял дисплеем но почему-то решили здесь что именно седьмом что здесь его нужно перенести обратно отдельно из экрана вынести по корпусу симка соответственно вставляется с картой памяти на верхнем слоте на верхнем торце в нижнем торце у нас юсбшный разъем динамик не самый наверно громкий как ни странно вот и соответственно здесь нет стерео динамика в отличие от сан 7 плюс вот и разъем для наушников 35 на левом боку у нас ничего нет и кнопки изменения громкости включения и соответственно сканер на правом боку больше ничего такого здесь экстраординарного нет что касается работоспособности я могу сказать так у меня в моем жестком режиме я много переписываюсь общаюсь примерно два дня то есть в морозных московских условиях он выдержал вот те самые морозы которые пришли до до 25 градусов он выдержал меня примерно два дня я чередовал там и теплое соответственно время суток и на мороз его вытаскивал фотографировал много могу сказать что он точно выдержал уверенно по крайней мере два дня то есть вечер 2 дня я его уже поставил на зарядку то есть за счет того что здесь батарейка такая же как нсн 6 кстати 4570 и икза экрана они соответственно есть достаточно неплохая автономность он работает наших сетях lte 4g в 3g в том числе и в 5g 5g я не проверял потому что у нас они не везде есть принципе работает у меня на мегафоне проблем со связи никаких нет как обычно нужно настраивать точку доступа мобильного интернета вручную интерфейс полностью на русском языке никаких проблем с восприятием интерфейса шарповская но я думаю здесь быть не должно те кто уже пользовался шарпом они соответственно знают где что находится стандартный достаточно интерфейс ничего здесь такого необычного нет что касается камеры 50 мегапикселей основной сенсор и 8 мегапикселей здесь датчик глубины вот насколько хорошо он фотографирует ну вы можете посмотреть опять же на примере сенс 7 плюс это одна и та же камера отдельно я выложу еще обзор сейчас фотографирую в именно с 7 именно с этого аппарата он не записывает 4к только full hd 60 кадров в секунду и 30 кадров в секунду есть стабилизация электронная наверное видео все таки да не самая лучшая его сторона а вот а вот по качеству фото он сильно и сильно отличается от своего предшественника есть возможность очень понравилось качество боке потому что здесь она сильно отличается от того что вы видели например с 6 ну и сама в принципе цветопередача и качество четкости и качество цветовой да гаммы здесь сильно подтянулась то есть более натуральные стали цвета скорость увеличилась как ни странно вот и соответственно более четкие то есть основная разница да конечно более четкие снимки получились и меньше песка в темных зонах или вечернее время съемки либо ночное очень хорошо снимать ночью опять же это все относительно то есть чем сравнивать да если учитывать что например аппарат не флагманские например сравнить его с тем же р7 здесь конечно будет чуть похуже качество но р7 конечно это флагман поэтому здесь в сравнении он не идет сильно выпирает камера поэтому тем кто собирается например наносить его без чехла могу точно как что камера вот в этом месте со временем может поцарапаться наверно потому что когда вы кладете на стол он соответственно именно этой частью и прикасается очень скользкий потому что металлический и на морозе вы однозначно будете испытывать дискомфорт на плане удержать его достаточно сложно будет в руки он скользкий поэтому есть вероятность того что он вывалится из ладони поэтому наверное чехол да что еще все на русском языке обновляется без проблем через VPN естественно то есть все как обычно с японцами из минусов не самый громкий динамик вот не самый громкий динамик что еще то есть в принципе все то есть взял бы например я его как рабочий аппарат наверное да но я как обычно сапожник без сапог и к сожалению не могу себе позволить такой аппарат потому что естественно захочется его сразу продать потому что он будет в наличии фактически ребятки более подробный обзор вы как обычно можете увидеть меня на сайте я постараюсь его выложить в ближайшее время если какие-то вопросы есть смело задавайте в комментариях под этим видео я все эти ваши рекомендации вопросы постараюсь учесть в подробном обзоре и соответственно отвечу на вопросы в основном обзоре все всем спасибо как обычно подписывайтесь подписывайтесь лайки дизлайки ну если как вы любите спасибо пока